девочки всем привет сегодня я снимаю такое небольшое видео которое я назову самое правильное нанесение слайдер дизайна дело в том что многие часто жалуются в интернете я вижу девчонки когда оставляют отзывы на слайдеры что они не держатся совсем и хочу объяснить вам что это абсолютная ерунда быть такого не может и не должно дело в том что все зависит от нанесения от того как вы наносите слайдеры и от топа очень важно правильный топ слайдеры сами по себе это тоненькая пленочка тонкая тончайшая пленка которая отделяется от подложки путем размачивания то есть она с нее сходит просто эта пленка на ней есть липкий слой она липкая вот я специально размочила она липкая и эта пленочка она настолько тоненькая что топ правильный топ по идее просто должен ее тервется только при сильном натяжении правильный топ должен ее просто пропитать топ на нейл я не являюсь никаким его представителем я не делаю им абсолютно никакой рекламы я этим топом просто пользуюсь уже давно и сложила о нем свое мнение девчонки камеру специально так настроил что меня не видно зато видно вам путь что я делаю иначе вы будете видеть меня но не будете что я делаю штатив у меня пока в дороге вот значит этот топ он имеет такие компоненты которые способны сквозь слайдер проникнуть и вообще топ очень хорошо держит очень многие дизайны и стразы и различные наклейки и песок и и глиттер и литье очень очень много это вот сейчас называется фо слайдер вообще раньше назывался он сам блоге вот значит слайдер чаще всего наносится на белую подложку будем использовать просто палитру давайте просто потому что ну смысла как бы нет сейчас вместе белок она и так белая вот большинство наносится на белую подложку но сейчас новое поколение которое наносится хоть на что хоть на какой фон они идут значит специально на белой пленке уже еще сейчас очень много появилось дизайнов которые фольгированные и просто элементы идут не на весь ноготь полностью закрывает картинка просто идут элементы несколько штук золотого там голографического цвета и как бы тоже можно носить на любой фон значит что мы делаем первую очередь мы обезжирили то место куда мы будем наносить здесь мы обезжириваем если вы делаете на ногти то вы сначала наносите базу потом вы наносите белый цвет можно в принципе в один слой не обязательно прям до полностью идеального такого покрытия белого затем вы наносите на это белый цвет не снимая никаких липких слоев сразу наносите топ у топа должна быть отличная дисперсия топ неонейл кстати говоря отлично иметь дисперсию и для дизайна где нужна дисперсия он очень хорошо подходит наносим топ и отправляем насушиться в лампу то буквально если это уэф то на 30 секундочек если у вас лэп хорошей мощности но буквально секунд на 10 не больше чтобы у вас не было полностью просушен ваш топ я отправляю на 30 секунд в лампу пока у меня сушится топ я подготовлю слайдер так слайдер слайдер какой я буду наносить слайдер давайте прям который держу и нанесу вот вырежем большой ноготок можно в принципе точечность некоторые фирмы слайдеров не вырезать потому что они идут ацетона растворимой то есть вы потом излишки можете убрать палочкой апельсиновой смоченной в любой стон содержащий жидкости в том числе и жидкости для снятия лака в этот слайдер мы берем пинцетиком и окунаем в горячую водичку не такую чтобы она была кипяток но такая которая знаете вот когда вам комфортно пить чай если вы конечно любите обжигать язык кипятком слишком горячим чаем опускаем мы слайдер этот конкретный буквально на 5-6 секунд если мы передержим слайдер я сейчас объясню то у него его дисперсия его личная она как бы растворяется тоже имеет свойство растворяться видите у нас достаточно хорошо с подложечки двигается слайдер все это достаточно мы прижимаем слайдер кончик и вытягиваем подложку уже на ногтики и потом ну кто-то делает это подушечками пальца кто-то делает это мягкой кисточкой мы распределяем этот слайдер по ногтю давайте покажу как кисточка это делать то есть я прижимаем если ты что его немножечко можно подтянуть прижимаю прижимаю распределяю эти слайдер был казалось что-то полупрозрачная пленочка но на белой подложке он снова заиграл светом когда вы нанесете топ он вообще станет ярким и красивым можно немножко подтягивать его в разные стороны именно для эластичности я использую и как раз таки горячую воду вот мы видим что у нас остались излишки можно это сделать палочкой апельсиновой либо копытцем резином смоченным жидкости для снятия лака любой ацетон стрижа жидкости но не все слайдеры не все фирмы так растворяются и мы вот спиливаем знаете буквально легким движением не нужно там подпиливать прям я спиливаю можно загибать и отрывать я привыкла спиливать честно говоря я стараюсь на сам слайдер сверху не заходить пилочкой сейчас я стараюсь это делать как бы как бы из-под низу то есть я подпиливаю из-под низу также на свободном краю ногтям все подпиливаю из-под низу слайдер сам отходит отлично здесь я сделаю также то есть я снизу подпиливаю все видите сам отскочил доступное место для пилки и вот когда вы уже нанесли слайдер его распределили я отправляю на 2 минуты его сушиться в лампу я покрываю его топом на нейл в принципе это можно сделать на два слоя чтобы данный слайдер у вас носился как можно дольше топ на нейл единственно что имеет очень густую текстуру поэтому старайтесь разравнивать его как можно лучше чтобы не было никаких бугорков он очень густой и вот смотрите какими бликами и какой яркостью засиял слайдер и совершенно теперь другое дело и он намного стал потопом ярче и выразительную конечно тут у нас сам слайдер как взят сам по себе светлый то есть если даже пленочка сама по себе кажется скуловатой то потопом она заиграет вот в общем то весь секрет самый лучший способ нанесения слайдера это такой на топ с хорошей дисперсией и под топ с хорошей дисперсией и ничего лишнего не нужно пришла я к этому уже со своим личным опытом я очень много чего перепробовала таких техник я очень много перепробовала не фирм слайдеров я поняла что дело не слайдеров дел не в лампе дело только в способе нанесения и конкретно этим топом я пробовал этот топ в другой технике знаете многие советуют сначала нанести цвет потом сверху этот цвет на этот цвет нанести базу потом сочетать эту базу на липкий слой базы нанести слайдер потом на слайдер снова базу а слайдер обезжирить праймера на слайдер снова базу на базу топ на самом деле это все какие-то лишние телодвижения и я делала по такой технике это технику советует между прочим производители вообще не безысвестных вконтакте в инстаграме слайдеров и если честно когда я рассказал это знакомым мастерам и сказал мне не держит слайдеры и делаю по технике правильной они покрутили пальцем у виска потому что это лишнее телодвижение все на топ и под топ именно на нейл я не знаю девчонки еще говорят сенды хорошо держит я не буду ничего вам говорить потому что я лично сама не пробую все отличный дизайн быстрый это считается быстрым дизайном готов клиент уходит довольный две недели ходит ничегошеньки не делается я вот вам обещаю что если вы сделаете все правильно и топ будет держать ваш слайдер две недели потому что я снимаю сейчас чаще всего ногти стал не потому что у меня слайдер отвалился как раньше было а потому что у меня остальные ногти уже не выдержали и отвалились не отвалились конечно где-то какие-то не идеальности появились я поэтому уже стал теперь передел поэтому передаю свой опыт вам пользуйтесь удовольствием и ставьте пальчик вверх если это видео было вам полезно я сейчас поделился с вами самым вообще сокровенным секретом и просто не знаю многие девчонки сейчас увидят видео наверно проклянут меня за то что я разглашаю какие-то профессиональные тайны ну я ничего не жалею для своих зрителей я ничего не жалею для своих подписчиков кроме того хочу рассказать вам о том что я лично запустила линию слайдеров которые называются good nails сейчас это первая партия сейчас мы ее с фокус группой пробуем пробуем пленку сейчас я перед вами нанесла слайдер тоже этой же фирмы на этой же пленке линеечка вот таких квадратиков которые я первую партию отпечатал таких квадратных я ее буду снимать не очень она мне в общем говоря вот эти слайдеры которые по 10 ногтей это полностью моя дизайнерская разработка я каждую картинку вот эту подбирала каждую картинку вот это вот по цветам сочетала смотрела подбирала для вас и эти слайдеры они действительно дизайнерские и больше ну 80 процентов дизайнов вы нигде не найдете конечно есть какие-то уже излюбленные такие дизайны которые все девчонки очень полюбили и которые пользуются спросом но большинство слайдеров это вот именно дизайнерские разработчики поэтому скоро линия уже полноценно будет в продаже сейчас первая партия мне продается по смешной цене 35 рублей только исключительно потому что мы пока еще ее испытываем будем еще пробовать другую пленку и будем опять пробовать но я думаю что где-то через месяц-полтора уже полноценно можно будет заказать у меня эти слайдеры и они будут они уже сейчас отличного качества но мы пока еще пробуем не могу просто подправить в продажу то в чем я сама они на 100 процентов видны я пока видна в них только на 75 процентов поэтому хотя я уже делала три раза маникюр и осталась просто дико довольна и все держится отлично и все ярко и в моем инстаграме я буду уже создала страничку там пока всего две фотографии ну в общем я буду в своем инстаграме выставлять и сами дизайны и примеры маникюра поэтому обязательно подписывайтесь ну я уже думаю надоело на мою грудь смотреть поэтому я с вами прощаюсь подписывайтесь на мой канал ставьте пальчик вверх пока 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 пока